Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Шеремет. Ведущий Иннокентий Шеремет. Всех проблем это являются, причем мне кажется, не вообще российские, а чисто екатеринбургские электросамокатчики. Ты забыл велосипедистов, потому что они были главным злом в прошлом лету. Да, это была предтеча. Но вот электросамокатчики это вот главная мразота и главные подонки, которые портят нам жизнь. Дай тебе руку, пожалуйста. Да. И вот в субботу... Как говорит, все правильно сказал. Подонки, мерзавцы. Да, да, да. И почему мы к этой теме вернулись? Казалось бы, уже все обсосали, но в субботу в Екатеринбурге едва не погибла крохотная 15-летняя девочка от электросамоката. Девочка везла на электросамокате какую-то другую девочку. Они ехали на Красный, на площади пятого года, и они протаранили Ниссан. Скорая, кстати, появилась то ли через секунду, то ли через две. Это вот я как бы не фантазирую, она реально появилась на видео через секунду или две. Ниссан не сильно, девочка тоже. Но все средства массовой информации, в том числе и федеральные, рассказали. В Екатеринбурге едва не погибла телочка. Так, короче, будем сегодня по этому поводу рубиться или зарубаться. Нужны электросамокаты городу или нет? Абсолютно неправильно вопрос ставишь. Вот не умеешь ставить вопрос. Хорошо. Ты меня потом побавишь. Городу нужны. Миленький мой, дай я тебе представлю. Вот люди слышат твой голос. А кто это? Кто? То есть ты хочешь сказать, что по голосу меня не узнают? Да, я хочу это сказать, понимаешь? Он взял, плюнул в лицо. Люди смотрят 30 лет мои новости, и они искренне считают, что все новости озвучиваю я. Хотя перед каждой новостью написан титр, кто это делает. И все верят, что это делает Шеремет. Так, короче, сегодня будем зарубаться категорический противник электросамокатов Евгений Енин. Да неправильно. Вот что ты врешь-то сразу? Что? Ну подожди. Потом поправишь. Знаменитый журналист, телеведущий, блогер, аквалангист, и вот при этом лютый ненавистник велосипедистов, электросамокатчиков. Это вот просто, мне кажется, Енин, он такой скрытый, неофициальный идеолог этой ненависти. Нет, ну это да. Вот. И сегодня он будет зарубаться с Александром Свалухиным, руководителем некоммерческого фонда «Городские проекты». Свалухин, я признаюсь честно, как и я, мы категорически за электросамокаты и велосипеды. А, то есть это я вас сейчас мерзавцами назову. Ну конечно. Нет, нет, ты меня мерзавцем не мог назвать. Я собираюсь купить себе велосипед и электросамокат уже много лет, но никак не соберусь. Ты вступаешь на путь мерзавца, но никак не вступишь. Я латентный, да, я латентный мерзавец. Не вступай, не вступишь. Вот. Ну вот у меня, знаешь, полное ощущение, Евгений Юрьевич, что вот эта проблема электросамокатов и велосипедов, она просто высосана из пальцев вот такими людьми с подвешенными языками, как ты. Слушай, ну трупы-то уже есть. И нужен образ врага. И вот мудаков и мерзавцев. Я же сегодня шел на Комсомольскую правду ножками. Долго шел. Я специально считал вот этих мерзавцев, которые мешают нам в жизни. Четыре, нет, пять встречных велосипедов и один электросамокат на противоположной стороне. Вчера я намотал 16 километров и даже 17 километров по центру города ни одного велосипедиста и электросамокатщика. Вот, Евгений, зачем ты вот это вот все высосал и придумал? Зачем тебе враг? Зачем ты борешься уже много лет с велосипедистами, а в этом году начал с электросамокатами бороться? Ну, во-первых, я троллю и развиваю свой аккаунт в Фейсбуке и делаю это успешно, судя по твоей реакции. Спасибо большое. Во-вторых, тебе правда объяснить или пошутить? Нет, конечно, правда. Зачем отшучиваться? Смотри, в очень многих местах, например, в Торонто, где живет моя преподаватель английского. Преподает она хорошо, поэтому по-английски я читаю свободно. Она присылала, мы об этом говорили, присылала мне просто ссылочку на City Low у города Торонто. Там на тротуарах запрещено находиться чему-то колесному, если водитель этого чего-то колесного старше 14. Велодорожки есть, но не везде. Ты старше 14, ты валишь на велодорожку или ты валишь на проезжую часть. Если того и другого нет, ты ссышь, как наши объясняют, почему не ездим по дороге по правилам? Мы ссым. Если ты ссышь, ну ты сидишь дома просто, и все. Почему так происходит? Два слова волшебных. Разница скоростей. Разница скоростей между пешеходом и велосипедистом или электросамокатчиком примерно 5 раз. Давайте себе представим, что проезжая часть, на ней едут машины со скоростью 60 км в час, и несколько машин со скоростью 300 км в час. Это жопа. Это опасно. Это азбука. Нужно двигаться со скоростью потока. Если мы запускаем на одну площадку, на одну улицу, на один тротуар объекты, которые движутся со скоростью с пятикратной разницей, мы создаем опасную ситуацию. Это просто физика и азбука. Вот этого быть не должно. И все. Евгений, тебя сбивал когда-нибудь велосипед? Нет. Но я знаю людей, которых сбивал велосипед. Наверное, я не боюсь велосипедистов, потому что я, наверное, сбивал, а меня никто на велосипеде не сбивал. Я все-таки прокомментирую. Александр Свалухин. Да, разница потоков, верно. Разница скоростей потоков. Разница скоростей, да. Нет, потоки ментальные тоже разные. Нормальный человек на этом ездить не будет. Окей, выгнали на проезжую часть самокатчиков велосипедистов, которые едут со скоростью там 15 км в час. Но это разница в три раза все равно. А по проезжей части едут машины. С какой скоростью у нас? 60? Ну, 80. 80. Какая разница? Ну, допустим, обычная. Вот я еду по проезжей части по тротуару 15 км в час обычно. Александр, прибавляй скорость. Это самокаты позволяют 40 км в час. Разница в четыре почти в пять раз. Да в городе нельзя гонять 80 км, только по ночам. Ну, знаете, вообще-то можно. Не-не, выходные можно. Я включаю ограничитель скорости на 79, так не глядя в педаль раз. Отлично. Вот смотри, я добавлю. Александр, ты что хочешь сказать? Что вот там тоже разница скоростей опасна. Я хочу сказать, что да, это разница скоростей в четыре в пять раз. Это опасно. Поэтому они сидят дома и никуда не едут. Сад. Как сказал Евгений Юрьевич. Нет, смотрите, есть одна глобальная проблема. А я вот несу. Мне просто жалко этих людей. Потому что на наших улицах смертельно опасно по проезжей части ездить на велосипеде. Совершенно верно. Да там негде ездить. Там все запарковано. Причем запарковано елочкой поперек дороги. Абсолютно верно. Проблема пешеходов, которая возникает из-за того, что у них на их тротуаре катаются самокатчики и велосипедисты, решается за счет пешеходов. Я хочу, чтобы эта проблема решалась за счет велосипедистов и самокатчиков. Нет, нет, нет. Что на всех тротуарах это очень просто. Я не каску одеваю, я не озираюсь. Я просто, как и машина, вот она с правой стороны дороги держится. И я на любом тротуаре, какой бы он ширины ни был, справа держусь. И все. И все очень хорошо стало. Именно справа, где едут велосипедисты. Нет, он меня обижает. Он меня обижает. Евгений Юрьевич, скажите, вы когда за рулем автомобиля едете, по проезжей части фигачат самокатчики, велосипедисты. Как вы к этому относитесь? Ну, самокатчики уроды, потому что они нарушают правила. Нет, если они едут... Самокатчик это пешеход по правилам. Он не может ехать по проезжей части. Вот она, мякотка-то пошла. Смотрите, мякотка. То есть падаль находится на проезжей части. Видите, велосипедистов я объезжаю. Генин его еще больше ненавидит. Ладно. Водители велосипедистов объезжают, но чтобы, не дай бог, как-то вот их потоком воздуха даже не качнуло лишний раз. Вот. Еще раз про опасность движения самокатчиков велосипедистов по проезжей части, рядом с потоком под 80. Ну, так пускай они едут. Что значит пускай они едут? Ну, то. Ну, по твоим словам, на тротуаре им тоже находиться нельзя? Нельзя. А где им можно находиться? Где хотят. Это их проблема. Нет, это не их проблема. Это их проблема. Красавчик. Нет. Абсолютно не их проблема. Александр, я, может быть, суй ездить по дорогам в час пик за рулем. Я же не езжу из-за этого по тротуарам, потому что мне страшно. А некоторые ездят. Избивают, убивают там людей. Если мне страшно, я просто сижу дома. Вот если ты купил велосипед или самокат, это не значит, что у тебя возникает право ехать где-то. Есть велодорожка? Езжай. Не боишься по проезжей части? Езжай. Боишься? Сиди дома. Ну, вот смотри. Давайте-ка. А вот можно я скажу? Я вот как папа Карла плачу налоги. Я заколебался уже просто платить безостановочные налоги. Я не буду перечислять. Я трижды плачу налоги. Вот. Не буду вдаваться в детали. И на мои деньги строят дороги, на которых ездит Евгений Юрьевич, и не глядя по выходным просто топит педаль газа. И вот просто не глядит на спидометр. То есть нифига себе. Ты хочешь сказать, что... И он занимает огромное количество времени. Огромного количества места на дороге. Абсолютно верно. Ты хочешь сказать, что все дороги Екатеринбурга построены на твои деньги? Спасибо. Спасибо, дорогой. В том числе и мои. Огромная благодарность. Я плачу налогов больше, чем ты. Понимаешь? Потому что я еще и как предприниматель выступаю, у которого есть маленькая телекомпания. Проблема в том... Смотри. Ты отказываешь людям, которые занимают гораздо меньше места, гораздо меньше пространства находиться на улице. Они экологически чистый транспорт. Они не воняют, как ты. Они грязь не растаскивают по городу. Почему ты все время-то брызгаете? Хотят ехать, пускай идут по краю проезжей части. Если там не хотят, пускай нет. Там опасно и запарковано. Пускай не едут. Как не ехать? Да так вот, просто не двигать ногами. Так, ну, миленькие мои, мы сейчас продолжим. Мы сейчас должны прерваться на пару минут. Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Шерилет. Так, ну что, продолжаем наш радиоэфир. Радио Рубка. Сегодня зарубаются по поводу электросамокатов звезда российских телеэфиров Евгений Енин и руководитель коммерческого фонда городские проекты Екатеринбурга Александр Свалухин. Да. Давайте-ка я свою позицию обозначил. Расскажи, а мы это не даем тебе говорить. Окей. Я частично с Евгением Юрьевичем согласен. А вот моя позиция, велосипедные самокатчики, они должны быть гостями на тротуаре. Да. Да. То есть тротуар – это территория пешеходов, где нужно двигаться с близкой к пешеходу скорости и не создавать для них помех. То есть сейчас по проезжей части должны ездить велосипедисты. Но, как мы уже сказали, там либо страшно, либо запарковано, либо брызги, лужи летят, брызги, служ летят и прочее. С потоком движущегося под 80 км в час транспорта ехать некомфортно, страшно. Да. Едут по тротуарам. Я пешеход, я не против. Я за. Слишком мало. Что ты врешь, ты подвозил меня отсюда на машине с водителем? Да. Пешеходу. Ну, мне жалко тебе было. Было плюс 35. Плюс 35. Я хожу очень медленно, понимаешь? Я сбрасываю скорость два раза. А ты ходишь в сети в машине, я понял. Да. Я камень передвигаюсь. Короче, выгоняя пешеходов, ой, велосипедистов. Да, 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 вот именно. Выгоняя велосипедистов на проезжую часть, ну, вот если будут еще приняты правила для самокатчиков, тоже на проезжую часть, тут может быть просто всплеск смертей? То есть велосипедистов, самокатчиков будут сбивать, а садиться будут автомобилисты? Пока что людей, сбитых пешеходов, сбитых велосипедистами и самокатчиков, больше, чем самокатчиков, сбитых машинами, слава тебе Господи. А велосипедистов? И велосипедистов. Ну, а кто посчитал? Это не так. Объясни мне, кто посчитал? Да нет никакой статистики, да ее никто не считает. Статистика есть, официальная статистика ГИБДД. Про гибели и искалечены. Есть, да. ДТП, Дефис Стат, это наша организация поддерживает вот этот проект, который берет ГИБДДшную статистику, все эти карточки. Это на дорогах, это взаимодействие велосипедов и электросамокатчиков с автомобилями. Никто не считает синяки, которые электросамокатчики набили пешеходов. Их же никто не считает. Ну, такое пока не считает. В памяти несколько лет назад, я помню, просто башню снесло у Йенина. Он просто взорвался и не мог остановиться несколько месяцев подряд, когда возле девятой школы какой-то отморозок на велосипеде снес мальчонку. Не убил! Всего лишь снес по корябам. Ну, там зубы у него вывелись. Короче, Александр, если бы все ездили по тротуару со скоростью пешеходов, не было бы проблем. Но только не ездят и не будут ездить. Потому что, ну, зачем ты это купил, чтобы ехать со скоростью пешеходов? Так не бывает просто. Я хочу сказать, что негодяев везде хватает. Среди велосипедистов, среди самокатчиков, среди пешеходов, среди автомобилистов, среди... Сто процентов велосипедистов и самокатчиков нарушают правила дорожного движения. Сто процентов. Сто процентов автомобилистов нарушают правила движения. Давай их выделим. Сто процентов пешеходов нарушают правила дорожного движения. Да все они нарушают. Нет, я не нарушаю. Хотя это ладно, басни рассказывать ты будешь. С включенным микрофоном. Я закрою микрофон и скажу. Я не нарушаю, правда. Смотрите, вы видели когда-нибудь, чтобы велосипедист показывал рукой в знак поворота? Я видел. Крайне редко, но видел. Ну, я видел. А вы видели, чтобы велосипедист показывал знак торможения? Поднятая рука. Я ни разу не видел. А зачем это кому показывать? Я не понимаю. Он мягкий, понимаешь? А давайте по поводу рисков от столкновения. А ты жесткий. Вот если, допустим, самокатчик нарушил правила, велосипедист нарушил правила, он ведь не управляет средством повышенной опасности. Он не может снести там пять человек. Может, если захочет. Ну, 150 килограммов дурить на электросамокате в толпу. Ну, знаете, а если автомобиль в толпу? Не надо фантазировать. Ты к чему сейчас? У тебя грязные фантазии. Вот смотри, от автомобиля один вред. Вот от тебя, автомобилиста, один вред. Ты понимаешь, ты поднимаешь пыль. Ты растаскиваешь грязь по городу. Ты занимаешь место. Ты паркуешься елочкой. Портите воздух. Вот. А вы знаете, 80% загрязнения воздуха, вот этот смог, ну, по оценкам, считается, что это источник двигателя внутреннего сгорания. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Пусть пыль не место. Вот смотри. Мы обсуждаем конкретную проблему. Да, я порчу экологию. Ты мешаешь мне так отношение к электросамокатам в этом городе. Причем здесь электросамокаты. Я осмысленно стараюсь отказываться от автомобилей, использовать их как можно раньше, меньше. А пешеходы, велосипедисты, электросамокатчики – это экологически безвредные виды транспорта. Нет, я, конечно, далек от мысли, что электричество, оно от бабочек. Ну, купи электромобиль себе. Нет, но, тем не менее, потребляет он, в отличие от тебя, гораздо меньше электричества. Это электричество где-то там в рифте вырабатывается, там воняет. Это не имеет отношения к проблеме самокатов на тротуарах. Нет. Чем больше велосипедистов, чем больше, ну, пешеходов, ладно, электросамокатчиков, тем свободнее на дорогах. Тем тебе, Евгений Юрьевич, привольнее кататься будет по городу. Статистически незначимая величина. Это сейчас, это сейчас. Еще раз говорю, вчера 17 километров намотал ни одного велосипедиста, электросамокатчика. Ты худеешь, я поздравляю, нужно следить за своим здоровьем. И в твоем тоже, понимаешь? Евгений Юрьевич, прекращай пить ежедневно, понимаешь? Я железо тягаю. Так, я хочу сказать, что городу автомобили не нужны. И чем меньше их в центре будет, тем лучше. Вот реально. Вот люди двигаются тем или иным способом. Со своими заблуждениями, беседовать с невидимыми друзьями. Да ради бога, я психиатр, что ли? Я похож на психиатра? Похож. Да. Вот смотри, я утверждаю, что велосипеды и электросамокаты, помимо пешеходов, они могут решить глобальные проблемы. Вот глобальные проблемы нехватки денег в бюджете. Меньше надо будет расширять вам дороги. Вам расширили дорогу, чтобы вы ездили не в два ряда, а в три. А вы елочкой стали парковаться, понимаешь? И все равно в один ряд продолжаем ездить. Вас лечить надо, потому что вы бухаете, жрете жирное фастфуд и лежите на диване дома, а потом лежите в автомобиле своем. И вы болеете. Ты от груди сколько жмешь? Что? От груди сколько жмешь? Да я не... Ну ты свой вес хотя бы жмешь? Нет, я не пытаюсь. У меня две операции на спине были. Я слишком много лежал на диване. Ты после этого мне рассказываешь про здоровый образ жизни? Да. Серьезно? Конечно. Вот. Давай соотнесем твой вес с твоим ростом. Но, подожди. Рост 175, вес 176. Жмот груди 80. Вот, ты видишь, у тебя на 100 килограммов превышение нормы. Вот. Он еще считать не умеет. Ну как? Ты сказал 175, а рост. А вес 176, ты сказал. 76. 101 килограмм, понимаешь, лишний у тебя. Вот. Смотри. Чем здоровее мы будем, чем больше мы будем на электросамокатах, велосипедах, тем меньше мы будем обращаться... Ты это не ставь через запятую. Подожди, тем меньше мы будем лечиться, тем меньше мы будем занимать места в поликлиниках. Можно бредить, что езда на велосипеде что-то дает для здоровья. Тем позже мы умрем. Это бредить можно. Но на самокате что она сдает? Ты просто стоишь на нем. Ну, какое-то минимальное движение все-таки есть. Ну, когда ты идешь, ты больше движешься. Ходить полезно. Вот ты правильно делаешь, что ходишь. Ходить полезно. А стоять на месте? Не полезно. А стоять на месте? Да нет, да почему нет? Ну, человек переминается, все равно у него какое-то движение, понимаешь, он вырабатывает какую-то реакцию. Ну, в конце концов, это лучше, чем сидеть на диване или в машине. Давайте встать. Или занимать место в общественном транспорте. Вот. Правильно. Вот еще раз говорю, от тебя весь вред, понимаешь? Ты же на газоне паркуешься, грязь растаскиваешь по городу. Все это подсыхает, поднимается ветер, все это поднимается воздух, мы всей этой дрянью дышим. А от электросамоката нет, он грязь не разносит, понимаешь? Он не паркуется на газонах, он елочкой не паркуется на проезжей части. Ну, хорошо. Ну, хорошо, денег не надо тратить, понимаешь? Ну, замечательно. Чем больше... Окей, надо, значит, топить за развитие велоинфраструктуры или самокатной. Почему? А зачем? Потому что они ссат, потому что от них польза, потому что это хорошо, потому что велосипедисты дольше живут. Пользы от них нет. Чем автомобилисты? Велосипедисты дольше не живут. Автомобилист – это человек, который содержит этот город. Мы его строим. А, вот ты как заговорил. Мы вас нищебродов кормим. Вы нам должны в ножки кланяться и ботиночки облизывать. А зачем же вы нас кормите-то? Из бюджета. Выхлопом кормите. Да какими деньгами из бюджета? Выхлопом кормите и пылью. Это что за фантазии? То, что вы покупаете бензин, который узнал в России, кстати, вчера, что у нас второй по дешевизне бензин в Европе. Первый – вы будете смеяться в Казахстане. Скоро Монголия вступит, по-моему, в Евросоюз. А знаете, куда акцизы идут? Бензин. Да. На поддержку автопрома. Логично, наверное, на расширение дорог. А знаете, какой транспортный налог вы платите, Евгений Юрьевич? У меня машина новая еще ни разу не платила. До этого же ты когда-то платил. До этого платили. Я платил, я не помню. Сколько? Ну, копеечек несколько. Ну, сколько? 100 тысяч. И после этого человек заявляет, он у меня кормит. А вы про акции знаете в бензине? Да, знаю. Да они крохотные. Да у нас самые низкие цены. Ты бы с норвежскими ценами покатался. Половина стоимости бензина это акцизы. Ты заправился, ты заплатил. Да. Ну, и на поддержку автопрома это все идет. На поддержку автопрома? Ну, вы мне зачем это рассказываете? Вы сидите и рассказываете какую-то хрень. Во-первых, я это знаю. Во-вторых, это не имеет отношения к телеписеде. Я сразу тебя, Александр, предупреждал, что это очень страшный человек. Нет, ну, он идет на поддержку автопрома. И чего? Вот у него голова варит, язык подвешенный. Вот я что должен из этого сделать сейчас? Понимаешь, человека просто несет, ему все похрен. Его не переспорить. Мы апеллируем к, миленький мой, к радиослушателям. И убеждаем их вести здоровый образ жизни. Не бухать, кататься на электросамокатах. А знаете, надо другими действовать методами. Да, какими? Ну, во-первых, надо признать, какие в современном, правильном городе должны быть приоритеты. И от этого отталкиваться. А в приоритете у нас пешеходы, маломобильные. На первом месте. Да, на первом месте. Пешеходы маломобильные, всех, кого можно отнести к маломобильным. Пожилые люди. После рекламы объясню, почему это не так. Нет, сначала будет новостей. После новостей ты это все нам объяснишь. Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Шеремет. Ну что, продолжаем. Радио Рубка. Рубимся по поводу электросамокатов. С лютым просто каким-то врагом. Это просто, я не представляю. Я знал, что это лютый враг электросамокатов и здорового образа жизни. Евгений Енин. Потому что он такой отмороженный и лютый, я просто не представлял. Пытается защищать электросамокатчиков, велосипедистов и пешеходов Александр Свалухин. Окей, давайте. А Иннокентий Шеремет несет всякую чушь про то, что кататься на электросамокатах это полезно для здоровья. Это вообще здорово. Давайте, короче, мой спич. Красавчики, кто катается на электросамокатах. Чем больше, тем лучше. Я просто в горе. Я начал их считать. Я знал, что эфир будет на эту тему. Их просто ничтожно мало. Их должно быть в 10-20 раз больше. Причем не на дороге, не на проезжей части, а на тротуаре. До тех пор, пока инфраструктура когда-нибудь, лет через 20, не сложится для них. Александр, давай. Ну, я тут несколько тезисов себе написал, которые мы обязательно проговорим, чтобы было поинтереснее. Значит, по поводу проблемы велоинфраструктуры. Это не проблема велосипедистов. Это проблема городских властей, которые должны учитывать мнение, учитывать потребности горожан. Велосипедисты-самокатчики – это горожане. Их, ну... Все, закрыли тему, потому что нет велосипедистов больше, и мы проголосовали против. До свидания. Нет, 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 не закрываем тему. То есть вы ущемляете права меньшинства? Да, да. Дискриминируем. Конечно. В демократии? Это демократия детская. То есть гомосексуалисты должны быть истреблены. Ну, пускай живут. Как? Я не понял, почему это? Пошли нахрен. А трансгендеры, тем более, их там ничтожно мало. Ты хочешь об этом поговорить? Нет. Нет, давайте проверим тисамокаты. Я хочу об этом говорить, но в следующий раз. Вот. Это что такое за ущемление прав меньшинства? Пешеходов больше, мне кажется. Потому что все автомобилисты так или иначе пешеходы. Потому что свое жирное тело, они вынуждены хотя бы от подъезда дотаскивать до своего, этого, жестяной банка. Да, да, да. Сто процентов людей пешеходы. Да. Ну. А кто-то из них выбирает разные роли. Кто-то пользуется общественным транспортом. Город для пешеходов. Кто-то ездит на машине. Хоть одна мысль умная прозвучит сегодня. Кто-то ездит. И что-нибудь логичное будет сказано. Кто-то ездит на машине. Я уже много мыслей озвучил. Логичных и важных. А я буду говорить, что нужно делать. Я в скобках умная. А единственный вариант, что делать, это именно развитие велоинфраструктуры, чтобы всем удобно было. Если мы обратимся к истории, как было раньше. Вот были улицы, не знаю, там, 18 век. Не было никакого разделения на тротуары и проезжую часть. Просто был грунт. Была грязь. Была грязь. Потом начали делать мостовые. Не были на них выделены тротуары. Тротуары начали активно появляться после того, как процесс автомобилизации пошел. То есть начали вот эту территорию между фасадами домов делить между пользователями. Разделили на тротуары, разделили на проезжую часть. Это к чему? Это к тому, что сейчас настало время третьего разделения. Нет. Да. Потому что велосипедистов ничтожно мало. Хорошо. Подожди, подожди, Евгений. Их ничтожно мало. Опрос провели. Опрос. Я просто в шоке от этого опроса. 42 процента. Я, честно говоря, не верю в этот опрос. Но 42 процента опрошенных в Екатеринбурге. Утверждают, что на работу они регулярно ездят на велосипеде. Ты правильно не веришь, что это не так. Нет, это дикая вещь. Но у меня в телекомпании работает 4 активных велосипедиста. Люди уже серьезного возраста. Они красавчики. Ездят на велосипедах в минус 35 зимой. У меня сердце поет. Вот, кстати, я регулярно вижу, когда я пешком перемещаюсь, одного парня, который на моноколесе в минус 35 и по гололеду жжет. Я под лед. Вот респект, парни. Я же не переживаю никому это делать. Евгений Юрьевич ненавидит велосипедистов-самокатчиков, потому что они везде, но на самом деле их нет. Хорошо, совершенно серьезно. Нужно, безусловно, строить велодорожки, инфраструктуру в местах рекреации. Почему? Нет, велосипеды и самокаты – это транспорт. А ты для нас, рабочих крестьян, попроще можешь не ругаться? Вот рекреация – это где? Он про парки говорит. Типа парки и сферы. А когда парков и сферы... Это транспорт. Причем транспорт бинарный, который складывается из двух элементов – велодорожки, самокаты или велосипеды. Бинарный транспорт. То возникает вопрос, а зачем нам его развивать? Нужно ли развивать? Никаких данных... Бинарный. Какой-то ругательский. Опросов, исследований нет. Они просто исследования не проводились. А как насчет опыта зарубежного? Срать надо зарубежный опыт. А что там, другая... Другая-другая. Я могу объяснить, что там другая. Так, другая анатомия, да? Анатомия та же самая. Другие законы физики. Многое, что другое. А вот статьи, что другое. Вы проклятые. Если мы строим, тотально строим велодорожки, покрываем, сделаем связанную сеть по всему городу. И, например, 1% наших сограждан с общественного транспорта пересаживается на самокаты или велосипеды. Не 1% – это неправда. Я говорю, например, слушайте, что я говорю, немножко напрягайтесь. Это деньги на ветер, потому что это слишком мало. Если пересаживается 10%, например, нормально? 10? 10? Отлично. 10 пересаживается. С машины общественного транспорта. У нас ТТУ – это датируемые организации. Автобусники – датируемые организации. У них возникает минус 10% от выручки. И мы из городского бюджета продолжаем их датировать еще больше. Или мы сокращаем, или мы сокращаем парк. Люди на пенсию уходят. Мы сокращаем парк. Но те, кто весной ушел на велодорожке, осенью приходят и перестают помещаться в этом всем. Возникает вопрос, зачем мы за счет городского бюджета делаем настолько тупую, вредную вещь? А мы на велосипедах зимой будем ездить? И на моноколесах? А что? У нас уже 7 месяцев можно ездить. Не надо циклиться на Екатеринбурге. У нас есть южные города. Там можно круглогодично ездить. Давайте говорить про Екатеринбург конкретно. По поводу того, что создавая велоинфраструктуру, мы наносим огромный ущерб, урон общественному транспорту. Если это заработают, то да. Вот смотри, какие они изощренные демагоги. Если люди уйдут из общественного транспорта, мы будем этот общественный транспорт еще больше содержать, тратить на это деньги. То есть сначала мы потратим деньги на велодорожки, а потом потратим деньги на дотацию для общественного транспорта. Мы идиоты, что ли, так себя вести? Неубедительно. Я объясняю, почему у нас не будет никогда массового велодвижения. Хотите узнать? 14 месяцев в году взима, да? Нет, 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 не поэтому. Вот объясните мне, почему в старые добрые советские времена, когда машина это как сейчас яхта, а велосипеды были доступны, общественный транспорт ходил плохо, на обочинах никто не стоял, и хоть на тротуарах, хоть на машинах ездят и на велосипеде. Мы ездили все на велосипедах в детстве, да, Иннокентий, до того, пока не становились подростками. Вот пока это была игра, мы игрались. Никаких массовых передвижений на работу в Свердловске и других городах Советского Союза не было. Хотя были все для этого условия. Это было доступно, это было легко, свободно, этого не было. Интересный довод. Мы так... Почему? Мы ментально так. Мы ментально так, потому что... Русские любят быструю езду. Мы воспринимаем велосипед как игрушку. Мои родственники ездили, я сам ездил уже большеньким, на рыбалку. Ну, то есть вот когда регреация, игра, мы берем велосипед. На работу, ну, не ездили на работу в Советском Союзе никто. А при чем тут Советский Союз? А мы те же сами остались. А давай будем ментальность русского человека ломать. Давай будем рекламировать не автомобили, а велосипеды, электросамокаты. Давай гламурных тёлок будем показывать на велосипедах. Давай разрешим только гламурным тёлкам. Гламурных богатых тёлок, и за ними можно. Им можно. Желательно голыми. Голыми на велосипедах можно. В любом месте, в любое время. По проезжей части. Полуголыми можно. Ну, хорошо. Ну, хоть что. Вечните ваши палеотивы. Опять вырвался грязно. Вот, ребят, вот есть статистика. Вы, вот, кровавые убийцы-автомобилисты, за год в России матушкой убиваете в среднем 16 тысяч человек. Вот за последние полгода вы убили порядка 8 тысяч человек. А электросамокатчики и велосипедисты за это время убили 5 человек и ранили 150. Ну, их будет больше, они будут больше убивать. Почему? Да, их будет больше, они убьют 10 человек. Ну, не 8 тысяч. Ты понимаешь, какая польза в народном хозяйстве. Люди двигаются, они живут очень долго, они болеют мало, они не сидят в поликлиниках, и для них не надо строить, специально расширять дороги. Давайте поговорим о том, как сделать так, чтобы их не было на тротуарах. Давайте. Я за. Запретить. Зачем? А я за то, чтобы их больше было. А это невозможно, это запретить. Ну, возможно, хотите, как в Торонто, там штраф около тысячи канадских долларов. А там есть велодорожки. Не везде. А там есть ограничение скорости. Ну, у нас тоже есть ограничение скорости. Окей, а какое там ограничение скорости? А какая разница? А какая разница? А при чем здесь? А большая, потому что по проезжей... Вы пытаетесь быть демагогом, но у вас не получается, потому что ограничение скорости, а машины все равно едут быстрее. Низкая скорость, тогда можно по проезжей части ехать безопасно. Машины все равно едут быстрее, чем велосипеды. Я повторю в сотый раз. Если ты боишься ехать по дороге, не еть. В странах, которые вы приводите в пример... Я привожу в пример город. Окей. Торонто, город в Канаде. Окей. Там тоже действуют скоростные режимы, не такие, как у нас, а более успокоенные. И поэтому по проезжей части можно ехать более безопасно, скажем так. То есть, если у нас можно фигачить под 80, а если ты едешь 100, то ты заплатишь там штраф 500 рублей, а если со скидочкой, то 250. И что? И что? А то, что... Поэтому у них там можно по проезжей части ездить комфортно, а у нас нельзя. Так не ездите. Не ездите, дорогие мои. Но вас никто не заставляет это делать. Так. Вот я не... Если я вижу что-то опасное, я не езжу за скоростью 200 км в час, потому что это опасно. А я... Я не езжу на красный свет. Я не езжу, хотя хочется... Я не пью за рулем никогда. А я не еду по проезжей части? Никогда в жизни не садился пьяным за руль. Это принцип. А я не езжу по проезжей части? Там, где опасно. Там, где запарковано. Там, где поток машин. Там, где выхлопы. Да, просто невозможно ездить по нашим улицам в подавляющем большинстве случаев. А давайте поговорим о том, что нужно сделать, чтобы было возможно. А зачем? Зачем? Потому что... Потому что вам это хочется. Потому что городу машины не нужны, а самокатчики нужны. Нет. А ни нафиг автомобилисты не нужны. Они их портят нашу жизнь. Они засоряют. Они делают нас жирными, они воняют. Они занимают много места. Они сбивают и калечат людей. Они портят воздух. 80% смога это... Александр, извини. Прерваемся на рекламу на пару минут. Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Шерилет. Так, ну что, продолжаем нашу Радио Рубку. У нас осталось несколько минут. Больше уже ни на что прерваться не будем. Давай, жги, Александр. Короче говоря, нужно строить велоинфраструктуру в городах для того, чтобы больше людей пользовалось самокатами, велосипедами, средствами индивидуальной мобильности. Как Иннокентий уже сказал, они полезнее, средства индивидуальной мобильности, самокаты. Занимают меньше места, не портят воздух, все такое. Абсолютно безбредно. Да. Значит, город вкладывает огромные деньги для развития автомобильной инфраструктуры. Дорог. Ремонт, содержание, вот это вот все. Миллиарды. Это запрос горожан. Миллиарды. Окей, запрос. Сколько горожан пользуются автомобилем, владельцы автомобилей, по статистике? У нас на полтора миллиона человек частных автомобилей 500 тысяч. То есть на одну семью по автомобилю. 30 процентов водителей. По статистике... А то еще количество людей. Да, 30 процентов людей. Остальные в них едут на пассажирских сиденьях. Знаете, по статистике... Жень, выйди, посчитай. По статистике... Все пустые едут. Максимум один человек. Один и три. Одна целая, три десятых. Одна машина, вот столько людей. Да я как-то считал, господи. Дорогие, вот как-то пофиг. Вот нам хочется так. 40 автомобилей с одним человеком, 42 с двумя. Мы этот город содержим, и мы хотим так. Это ложь. И если в городе будут одни запретят автомобили... Враки автомобилисты ничего не содержат. Ничего не содержат. То мы, автомобилисты, станем, уедем в чистое поле, построим себе другой Екатеринбург, а вы здесь сдохнете с голоду, будете грызть колеса резиновые своих электросамокат. Нет. Это, знаете, это очень... Ох, демогой. Это будет замечательно. Собрались демогой. Нет, но я же не говорю, что автомобили не портят воздух. Портят. Избивают людей. Но это жертва, которую мы платим. За удобство. За то, что нам так хочется. Велосипедистам тоже хочется, но их мало, поэтому хрен им. У нас демократия. Давайте голосовать. Мы голосуем против. Все, до свидания. Потому что демократия. Тебе демократия не нравится, Александр? Демагогия. Передергивайте. Смотрите, 30% пользователей автомобилей. Давайте проведем вопрос. Окей, мы писали кучу колонок на портале, на известном. Проводили вопросы. Там большинство людей отвечали, читателей, что да, нужно строить велодорожки. Я, как человек, не только учившийся в социологии, но и работавший в социологии могу провести любой опрос с любым результатом. Ну, это грядные предвыборные технологии. Не надо этим хвастаться, своим черным пиаром. Смотрите. А если провести реальный референдум и прокачать его хорошенько, и провести нормальные рекламные кампании в течение месяца, то результат будет однозначный. Большинство людей перемещаются на общественном транспорте. А можно ли нарушающих ПДД велосипедистов убирать с тротуаров с помощью бейсбольных битв? Ну, особо отмороженных, возможно. Да, но это криминал. Ладно, а с автомобилистами, с особо отмороженными тоже? Тоже. Ну, кстати, их стало гораздо меньше. Конечно, да. Вот я видел, отмороженных велосипедистов ездят. Я принципиально соблюдаю правила. Люди, вот самообучение происходит. Вот электросамокатчики, ну, ни одного опасно двигающегося не видел. Ну, вот однажды видел на тротуаре какой-то парень, летел километров 30. Ладно. Но он был абсолютно безлюден. Давайте я свою фразу скажу. Смотрите, чтобы больше людей перемещалось на самокате, на велосипеде в городе, чтобы становилось меньше машин в городе, нужно развивать велоинфраструктуру. Делать это за счет проезжей части нужно. В первую очередь. Да? Да. Чем меньше проезжая часть в центре, тем лучше и живет город. Тем меньше автомобилистов идет в центре. Рисовать разметку на тротуарах, это так себе мера. Ну, вот типа делить велосипедистов. Нет, это категорически делать не надо. Это вообще. Вот мне каршеринги сказали, ой, только не запрещайте нас, мы ограничим скорость, мы сами краской нарисуем. Да это фигня. Это фигня. Зачем это все рисовать, вот этот бред какой-то? Смотрите, что нужно делать. Нужно, ну, вот там, где широкие улицы, вот улица Свердлова, там в первую очередь нужно делать переразметку проезжей части, уменьшать ширину полос. То есть там автомобильные полосы имеют ширину 3,5 метра, а крайние правые полосы имеют ширину почти 6 метров. Ну, чтобы парковаться, там паркуются? Не паркуются, там отдельные карманы есть. На Свердлово можно ездить по проезжей части. Там гоняют и развиваются. Ну, там и тротуары широченные. Тротуары широченные, но в перспективе эту улицу, как и многие другие, нужно переразметить, выделить пространство, которое необходимо автомобилям и выделить защищенные виллы полосы. Александр, принципиальный вопрос. Снизив скорость движения до 40 километров в час. Окей, окей, окей. Вот вам хочется так. Ну, вот вы только что сказали, что так нужно сделать. Вам этого хочется, правильно? Да, у пешеходов больше нам хочется так. Мне хочется по-другому. Как хочется? Ну, вот чтобы не было снижения скорости до 40 километров в час. А почему? Потому что мне так хочется. Ну, мало ли что вам хочется. Так вот, мало ли что вам хочется. Ну, ладно, есть статистика. Вот 16 152 человека погибло в ДТП. Иннокентий только что-то сказал. От самокатчиков 5 за полгода. И велосипедистов тоже. А от стрелков из лука, к коим я занимаюсь в порт, там вообще ни одного не погибло. Давайте все стрелять. Раздвигайся. Не будем стрелять. Русская лучница упала, потеряла сознание прямо во время стрельбы. Между прочим, Ксения Петрова, которая из Березовского, наша землячка завоевала, Перова, завоевала серебряную медаль. Вот. Какая функция. Ксения Перова из Березовского. От лучников. Короче, смотрите, миленькие мои, за год, по самым скромным подсчетам, в России, а так или иначе от алкоголя, гибнет 600 тысяч человек. По полторы тысячи человек в день минимум. Ну, новогодний праздник, тысяч по пять в день. Вот. То есть, за 10 дней 15 тысяч. Наконец-то вы к этому пришли. Да. Все наши потери в Афганистане. Давайте запретим алкоголь. Смотрите, какой он вредный. Нет, мы его не запрещаем. Мы боремся с храмами. Мы приветствуем строительство в каждом жилом доме винников. И теперь мы люто ненавидим велосипедистов и электросамокатчиков. Вот мне, как идеологу, тайному всей этой фигни, да, объясни мне, Евгений, почему такая лютая ненависть к электросамокатам именно в Екатеринбурге? Ни в Торонто, ни в Москве, ни в Питере. Именно в Екатеринбурге. Не-не-не, по опросам ненавидят всех. Так это вы раскачали. Сейчас жители Шали, Серово. А что в Шале есть электросамокаты? Туринска, которые в жизни, вот в натуре, ни в разу не видели электросамокаты. Они приедут в Екатеринбурге, чтобы посмотреть, чтобы посмотреть на электросамокаты. И мы будем развивать таким образом внутренний туризм. Люди приезжают из Тоборов и ходят по городу, так как, самокат. Они вот с ужасом ждут, когда у них на улицах появится электросамокат и начнет их убивать. Так вот ведущий на меня не настрой. Я тебя спрашиваю. Ладно, Иннокентий, давайте я скажу. Вот почему вот это ненависть? Давайте лучше подумаем, а что с этим можно сделать и почему так происходит. А я могу сказать, у нас в стране до сих пор проводится проавтомобильная политика. И как следствие... Министры, губернаторы, президенты, они все в своих членовозах сидят. Из-за этого не снижается скоростной режим, который бы давал возможность безопасно передвигаться по проезжей части самокатчикам-велосипедистам. Не развивается велоинфраструктура. Ну, тут комбинация причин. Нет понимания будущего городов, будущего наших городов. Выставлены неправильные приоритеты. То есть... Александр, я закончу. В одном моменте... Нет, нет, я скажу. Меня апеллировал очень толстый, жирный парень, который уже к 25 годам умирал просто от жира. И он орал, что город для автомобилистов. Шире улицы, уже тротуары. Все, миленькие мои, надо заканчивать. Извините, что не трал Александр Беременю. Идемте, поплачем над судьбами с электросамокатчиками. Все, до свидания, пока. Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Ширилет.